приветствую друзья мои с вами опять садридин сегодня я хочу сделать такое специальное видео которое думаю пойдет на пользу многим художникам и неопытным и опытным тоже в этом в том числе я приобрел для акварельной живописи пачку бумаги sanders waterport между прочим эту бумагу я решил приобрести по рекомендации художника байкла соловьева я смотрю его много видео его рекомендации беру на свое вооружение и вот я приобрел эту бумагу и решил сделать из имперского сайза размера сделать разделить на два на две части ну тут я перед этим подумал как его более рационально разделить на две части пополам или по другому по другому я стал изучать какие есть фреймы рамки для картин в айкеа и обнаружил что у айкеа есть значит прекрасные фреймы размером 24 на 35 на 35 и 3 четвертых инча это для имперского сайза размера полного листа очень хорошо подходит эти значит рамки они имеют в том же числе паспорту с паспорту вместе я решил если будут писать на больших размерах то не буду делить его а именно под эту рамку буду писать если этого специальные рамки подходящие но если его разделить там в пачке находится 10 штук если его разделить пополам то получится 20 но можно не все делить в любом случае больше 10 разных размеров бумаги можно использовать больших я имею ввиду маленький размер у меня есть арчис 11 на 15 инч а эти будут более больше более большего размера поэтому я рассчитал что нужно делить не пополам одну часть на 16 и на 22 вторую на 14 на 22 почему потому что ну как я уже сказал первая рамка подходит для этого размер этот размер 22 на 30 инч имперский размер но если его разделить пополам то получается 15 на 22 2 штуки но 15 на 22 я искал подходящих рамок для этого нет с паспорту я имею ввиду если взять рамки в айке с паспорту вот меньший размер значит при делении у меня есть 16 на 22 инч значит надо часть делить 16 на 22 часть 14 на 22 16 на 22 тоже имеет паспорту с окном 15 1 4 инч высотой 19 на 14 что идеально подходит поэтому я посчитал мне один одну лист бумаги разделил вот значит я разделил 16 до 22 и 14 на 22 потом вдруг меня озарило что нужно сделать видео чтобы это могло быть полезным другим тоже художник не просто делить пополам а потом мучиться подходящий фрейм для этого искать сделать так чтобы заодно и фрейм подходящий был уже заранее предвиден поэтому я делю значит одну часть что надо заметить что надо еще сказать который я узнал от майкла здесь какая сторона лицевая какая сторона обратная так просто определить очень тяжело но здесь есть маркировка вот здесь написано сандерс ватерпорт это надпись сделана с обратной стороны поэтому здесь как получается справа налево если его так вот повернуть будет надпись правильная значит лицевая обратная сторона это обратная сторона получается там где написано обратным шрифтом значит мы это сразу помечаем помечаем делаем галочку карандашом и отсюда мы будем отмерять значит один размер я сделаю 16 на 22 так я запишу 16 на 22 а здесь будет а нет здесь будет 14 на 22 сначала здесь будет 16 на 22 здесь у меня будет 14 на 22 почему так есть фрейм размером 14 на 22 без паспорту поэтому именно бумагу буду отрезать точно 14 на 22 здесь остается чуть-чуть небольшой излишек здесь немного чуть-чуть больший размер поэтому этот излишек мы оставим на 16 22 чтобы он хорошо вписался в паспорту и так намечаем делаем карандашом разметочку 14 14 теперь берем нож но я опять же скажу что отрезать сразу не буду просто сделаю такой небольшой не глубокий надрез почему потому что майкл порекомендовал его отрезать мастихином тогда линия получается разрез такая немного рваная что именно выходит совершенно естественным как будто бумага именно этого размера выпущена поэтому я делаю такой неглубокий надрез бумагу режем с обратной стороны как я уже сказал вот сделал я неглубокий такой надрез теперь я его прогибаю поэтому вот он легко это я сделал надрез чтобы он легко точно прогнулся по этому размеру берем мастихин и разрезаем осторожно чтоб не порвать лишнее вот и все пожалуйста края получились совершенно естественные нет такого следа ножа разреза а такая рваная получилось как естественные это 14 на 22 а это 16 на 22 вот я разделил имперский размер на две части правда только не пополам а 14 на 22 и 16 на 22 чуть-чуть с излишка вот все что требовалось договориться и для этого размера 1422 на продаже вам азов не есть фрейм и очень красиво будут выходить вертикальные картины и панорамные картины и это прекрасный размер 16 на 22 и это не будет он будет очень красиво для этого есть фреймы в айкеа с паспарту вот это я посчитал нужным сделать видео по этому вопросу чтобы каждый художник мог правильно рационально разрезать бумагу чтобы потом уже после того как картину написать на не приходилось его подгонять под соответствующую рамку под рамку которую он приобрел и она не вписывается такое бывает часто вот даже стандартные блоки арчес размером 11 на 14 имеют немного излишек на стороне 14 там где-то около 1 четвертой части поэтому они не вписываются вот в эти стандартные рамки которые имеют размер 11 на 14 и каждый раз когда я вставляю их во фрейм я немного приходится обрезать края которые так не хочется поэтому чтобы так не получилось я вот сделал специальный такой расчет и сделал такой рациональный разрез на две части чтобы не приходилось потом обрезать края такой замечательной бумаги как сандерс ватерпорт надеюсь видео было для вас полезным буду благодарен если вы напишите в комментариях свои предложения может у вас есть какие-то другие суждения но я эту бумагу на меньшей части не собираюсь резать разрезать вот буду делать на таких больших или на общем листе писать картины или разрезать на две части как я уже сказал на 14 на 22 и 16 на 22 чтобы оба соответствовали имеющимся рамкам на продаже благодарю за внимание пока-пока с вами был за тренинг до свидания